Добрый день дорогие друзья, добрый день и пусть он будет недобрым для этих тварей, которые лезут и лезут в Украину. Пусть он будет недобрым для всех наших врагов. У нас на связи из Киева Станислав Федорчук. Привет Стас, слава Украине! Героям слава! Стас, то что нас конечно больше всего волнует, какая нафиг аналитика, ситуация, ситуация в Киеве, ситуация под Киевом. Настроение у киевлян, у защитников столицы. Я скажу, что Киев укрепляется, мы готовимся к отражению дальнейших атак оккупантов. Уже сейчас можно сказать, что усиленный контроль всех важных объектов и можно сказать, что Киев мобилизирован максимально. Практически все подразделения терробороны, которые созданы, по сути являются одновременно не только пунктами сбора участников терробороны. По сути это гуманитарные центры, которые занимаются развозом помощи старикам, детям, людям с особыми потребностями. Я скажу, что я очень счастлив, что украинцы именно так планируют отражать агрессию так называемых россиян. Потому что не только потребности обороны, но и потребности общей безопасности, они тоже важны. Эти старики, брошенные в Киеве, даже коты и собаки, всем нужно есть, всем нужна питьевая вода. И я очень счастлив, что сейчас пока еще нет активных боев, слава богу, в Киеве, есть возможность доставить эту воду, эту еду, помочь медикаментами. И я очень благодарен тем волонтерам, которые собирают деньги, которые сейчас по сути по единицам достают блистеры, таблеток для больных, инсулин. Я скажу, что это очень многого стоит, потому что без такой грандиозной поддержки это все было бы невозможно. Ну и я скажу про будни моего батальона при обороне. У нас обычно 20 блюд в среднем на завтрак, обед и ужин, на выбор, потому что люди приносят консервацию, люди приносят готовые продукты. Можно встретить любую кухню. Причем в батальоне у нас есть и кришнаиты, и буддисты, и православные, и грехокатолики. Есть уже мусульмане. Я скажу, что настроение этих людей, во-первых, позитивное, а во-вторых, все они очень между собой вежливые. То есть я не вижу никакого солдафонства, я не вижу никакого формализма. То есть все прекрасно понимают, что нужно защитить свой город, свою землю, нашу Украину. И поэтому сомнений в том, что эти подразделения будут биться и что враг встретит сопротивление у меня вообще нет. Да, вне сомнений, хотелось бы, чтобы гуманитарная помощь от наших друзей наконец-то доехала до Киева. Потому что есть отдельные вопросы по целому ряду направлений. Но будем надеяться, что с этим будет все в порядке. В принципе, можно сказать, что пока врагу не удалось захватить ни одного областного центра. Да, идут бои в Херсоне. Очень много потерь со стороны Российской Федерации. Их будет еще больше. И они до сих пор не поняли, что вся эта авантюра, она закончится только одним. Они потеряют свою технику. Они потеряют своих солдат. Ну и главное, они уже потеряли лицо перед всем миром. И та международная поддержка, которая сейчас есть, она будет только возрастать. Вне сомнения, очень больно видеть людей, которые бегут из Киева. Очень больно видеть, что люди бросают свои квартиры, свою прошлую жизнь. Но я хочу сказать о своей общине, о переселенцах из Донецка, из Луганского области. Большинство из нас, особенно мужчины, приняли решение оставаться в Киеве, бороться. Потому что бежать дальше мы не просто не хотим, мы просто не считаем возможным. Потому что нельзя всю жизнь бегать от войны. Если российский оккупант хочет найти себе смерть под Киевом или в Киеве, мы поможем им организовать эту встречу как можно быстрее. И самое главное, что я понял за эти 10 дней войны, что украинцы не просто способны голыми руками останавливать танки или сжигать их джавелинами, или сбивать стингерами вертолеты. Украинцы способны объединяться, как никто другой. И я скажу, что та поддержка, которая есть от разных стран, все митинги, митинги в Тбилиси и в других странах Европы и столицах, он четко показывает. Все настоящие люди планеты с нами. Это важно, это ценно. Но, конечно же, необходимо, чтобы за этим были политические решения, которые совпадают с мнением этих настоящих людей. А не только преступления перед публикой для того, чтобы поднять парочку баллов. Именно так, именно так, и Стас, я отвлекусь на хорошие новости. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 марта, по данным БСУ, враг потерял личного состава более 10 тысяч единиц, танков 269 единиц, боевых машин пехоты, транспортеров 945 единиц, артиллерийских систем 105 единиц, РСЗО 50 единиц, ССПВО 19 единиц, самолетов 39 единиц, эта цифра еще уточняется, вертолетов 40 единиц, эта цифра еще уточняется, автомобильной техники 409 единиц, легких скоростных катеров 2 единицы, цистерна ППМ с горючим 60 единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня 3 единицы. Слава Украине! Слава Украине! Слава! Ну, на самом деле, я думаю, что цифры слегка занижены, потому что нужно понимать, что ВСУ подсчитывает прежде всего те, то, что уничтожаются регулярные армии. Есть еще партизаны, которые каждый день присылают мне свои видео, свои фото. Леса Сумщины, Черниговщины, Харьковщины, собственно, Ирпень, Гастомель, Буча. Я думаю, что на самом деле потери в личном составе намного больше, потому что, как мы видим, никакой непобедимой российской армии не существует в природе. И никогда не существовало. И когда говорят, что вот, там, какой-то спецназ, какие-то спецгвардии Акадырова, ничего этого нет. Они умирают так же, как и все другие. Как и все другие, умирают. И, собственно, неизвестно, будет ли Россия забирать эти тела. До сих пор, несмотря на все наши заявления, обращения к Красному Кресту, мы не видим, чтобы они хоть какой-то интерес проявляли к своим погибшим. Ну, собственно, вот так Россия относится к собственному народу, не только к украинцам. Им все равно, политическому руководству все равно, и Путину сколько погибнет их. Ну, и, вне сомнения, вне сомнения, очень важно, чтобы сейчас в Украину продолжали приезжать добровольцы, потому что у нас очень много работы по утилизации оккупантов. Работы хватит на всех. Вот. И для волонтеров, и для военнослужащих. И я уверен, что это уже давно перестало быть делом только украинцам. Потому что мы прекрасно понимаем, что как только мы прогоним оккупантов из Украины, должно настать время выгнать оккупантов из Абхазии, из Карабаха, из Приднестровья, потому что больше терпеть такое положение дел нельзя. Потому что мы видим, куда пришли российские танки, куда пришли российские войска, там не будет ни мира, ни экономики, ни жизни. Там будет только голод, холод и разрук. Поэтому мне кажется, что вот этот момент истины, он продолжается, и нужно однозначно обращаться к нашим друзьям на Западе, прежде всего к обществам, даже не к политикам. Потому что мне кажется, что эта трусость, проявленная НАТО, в отказе от закрытия украинского неба, она абсолютно аморальна. Потому что прекрасно понятно, что воюя с Украиной, Путин мстит НАТО за расширение на восток. Путин, в принципе, мстит западному миру за то, что он существует. За то, что у него другие демократические ценности, которые Путин принять не может и не будет. Поэтому в этой войне ценностей НАТО должно было определиться, с кем оно на самом деле. Потому что, да, мы помним 1939 год, когда Финляндия получала оружие практически всех стран Европы. Но, извините, Финляндия намного меньше страна была, чем СССР. И тот героический отпор, который они продемонстрировали, все равно закончился тем, что Финляндии пришлось отдать часть своих территорий Советскому Союзу. И допустить повторение этих вещей нельзя. Потому что мы не согласимся, как украинцы, как общество, как государство, на то, чтобы нам отдали часть Украины. Нет. Мы требуем полностью восстановления суверенитета над всеми нашими территориями. И никаких промежуточных документов на условиях России быть не может. И я хотел бы обратиться ко всем нашим слушателям. Не верьте никакие эффеки о том, что есть какие-либо переговоры, где Украина подписывает капитуляцию, о том, что якобы мы о чем-то договорились, и так далее. Сейчас уже говорит украинский народ. И Зеленский сейчас говорит об имени украинского народа. Не от имени своей партии, не от имени своего окружения. И все должны прекрасно понимать, что украинский народ будет сопротивляться до тех пор, пока есть оккупанты на его земле. И я скажу, что с каждым днем количество защитников будет только расти. Сейчас очень много мужчин, которые отвезли свои семьи на запад Украины, вывезли в восточноевропейские страны, они возвращаются. И они будут воевать за свои города, за свои села. И я более чем уверен, что это сопротивление будет жестким, достойным, и никто не будет бросать свои позиции. Мы видим все эти колонны уничтоженных танков, видим колонны уничтоженной техники, но мы до сих пор не видим, чтобы российское общество проснулось. И мне кажется, что очень важно сейчас донести до него те военные преступления, которые уже совершены Россией в Украине. И это уже общая задача всех порядочных людей в мире. Потому что когда прилетает ракета в жилой дом, когда уничтожается целый живой спальный массив, и все делают вид, что что тут поделать. Уже, слава богу, создана специальная комиссия в ГААГе по расследованию военных преступлений России на территории Украины. И я думаю, что все организаторы и участники в этой войне они, вне сомнения, будут отвечать. И никому не удастся убежать. Не тем, кто подстекал к этой войне, не тем, кто, собственно, ее инициировал. Так и будет. Именно так и будет. И знаю, что ирония судьбы заключается в том, что Путин использовал термин деноцификация. Деноцификация действительно будет. Конечно. Деноцификация Российской Федерации. В свое время Джохар Дудаев ввел прекрасный термин русизм как вид расизма, который пропагандирует российское политическое руководство. Этот русизм, он в действии, потому что какая главная претензия собственно Путина к украинцам? Он не хочет, чтобы украинцы существовали. И в этом он чистый нацист, потому что Украина не совершала каких-то актов агрессии против Российской Федерации, жила своей жизнью и не вмешивалась ни в гуманитарную, ни в какую другую политику на территории Российской Федерации. Но теперь у нас нет выбора. Теперь мы заинтересованы только в одном. Если Россия хочет уничтожить нас, значит, мы должны уничтожить Россию всеми возможными для нас способами и методами. И я уверен, что в ее нынешнем состоянии, в ее нынешнем политическом руководстве, в ее внешней политике Россия это угроза для всего мира. Не только для Украины. И чем быстрее трусливые западные политики поймут, что избегать ответственности за эту войну, развязанную против нас, нельзя, тем лучше для их общества. Потому что я очень сильно сомневаюсь, что кроме Украины и еще, возможно, некоторых европейских стран кто-то способен бороться за свою свободу, бороться против российских оккупантов. Однозначно. Больше того, я тебе скажу, вот я первые дни войны я пытался объяснить всем жителям осколков Красной империи зла. О том, что, ребят, под нож пойдут все, все политические элиты всех стран независимо от того, как они относятся. Даже самые лояльные элиты. От Лукашенко, начиная от Лукашенко. Все абсолютно, все. Но сегодня я уверен в другом, что на этом Путин не остановится. Конечно. Если бы Украина его не остановила, следующими были бы не Балтия, а вся Европа. И сопротивлялись бы эстонцы, литовцы, поляки, хорваты, ну, турки. Все. Все. А больше в Европе некому сопротивляться. Вот я назвал пять наций, которые способны сопротивляться. Другое дело, что если бы по сценарию Путина пошло, пошло бы все, если бы Путин был бы прав в своих расчетах, что Украина встретит вот этих мразей, этих тварей цветами, тогда удержать их уже было бы невозможно. Да, я думаю, что Балтия, сланы Балтии стали бы сразу первой жертвой. И Балтия... Там уже стоят эти войска на границах. Они остановились на Польше или Балтии. Они бы пошли бы дальше. Что бы их остановило? Бундесвен? О чем? Такое арминистр? Ядерное оружие Франции, поэтому я не понимаю сейчас вопроса по их страхам по закрытому небу. Но есть же вариант поставить системы ПВО и ПРО. есть же вариант спасти жизни с добровольцами, с добровольцами, которые могут этими системами управлять. Есть же вариант спасти жизни тысячи тысяч людей, гражданских людей, которые сегодня погибают. Вот в этом это то, что история не простит. История не простит. Да, потому что я наблюдаю за жизнью людей десятый день в подвалах. Да, есть подвалы более-менее комфортабельные, а есть подвалы, где, будем говорить честно, достаточно тяжело находиться. Потому что понятно, что учитывая то количество жителей Киева, которое есть, подвалы заполнены, и люди там вынуждены жить. Да, слава Богу, есть система взаимной поддержки. Слава Богу, люди очень сильно поддерживают друг друга. Я скажу, что, например, практически все жилищные комплексы создали свою небольшую самооборону. Все смотрят за камерами, все проверяют регулярно подъезды, клетки лестничные, крыши, сообщают на телобороне и полиции о том, что какие-то люди непонятные ходят, или машины. То есть можно сказать, что каждый двор уже стал крепостью. и эти люди, мирные люди, они сопротивляются таким образом тоже. И очень важно понимать, что они выносят последние. Вот я на днях привозил пауэрбанки, и пока я разгружал пауэрбанки для нашего батальона, загружал, люди успели принести теплые вещи, успели принести берцы, успели напоить нас чаем. И это обыкновенные люди, обыкновенные киевляки. То есть они прекрасно понимают, что мы едины, независимо от того, мы в терроробороне, мы в вооруженных силах, мы просто цивильные, мы все единое целое, и мы будем защищать свою столицу. И я уверен, что сколько бы сил Путин не бросил на Киев, у него ничего не получится. Киев слишком большой город, и как мы видим, все его попытки деморализовать нас бомбардировками мирного населения, уничтожением объекта инфраструктуры не имеют никакого особого влияния. Наоборот, с каждым убитым украинским ребенком, женщиной, стариком мы становимся злее. И мы придем спасить этот счет у Путина и у его армии. Поэтому мы всех ждем, как говорил наш главнокомандующий вооружений Северной Велком кухэл. Кстати, прошла информация о том, что все летчики и все артиллеристы, которые сегодня стреляют по мирным кварталам Харькова, Киева и других городов рано или поздно будут уничтожены. В своих домах, на своих улицах, где-нибудь. Я хотел сказать за границей, но за границу они не смогут выехать. Не смогут. Не смогут. Поэтому каждый новый военный преступник, а тот, кто нажимает на кнопку ракеты, он убивает, он убивает детей, он убивает гражданских. И понятно, что и от Всевышнего будет кара, но кара настигнет их и на земле. Это точно. Я видел эти заявления так называемого патриарха РПЦ, этого настоящего сатаниста. Я уверен, что после этой войны и даже во время этой войны все нормальные церкви христианские должны прекратить с ними общение, потому что церковь, которая благословляет захватническую войну, которая является рупором российской пропаганды, это уже не церковь, это церковь сатаны, а не бога. Поэтому мне кажется, что тут нужно еще смотреть и на пятую колонну во всех наших странах, которая до сих пор неприкасаема. Потому что эта война, это результат того, что мы не выдернули эти гнилые зубы, что мы разрешали им работать на нашей территории, разрешали им якобы заниматься политической, общественной, религиозной деятельностью. мне кажется, что эта война это вот та черта, которая говорит о том, что если мы опять выгнав оккупантов, не выгоним эту пятую колонну из своих стран, не посадим ее в тюрьмы, не конфискуем их обущество, они опять попытаются нас предать, опять попытаются сделать все возможное, чтобы Россия могла сюда приезжать на танках, могла приезжать сюда со своими агентами, могла заниматься коррупцией и всем остальным. Что-то в Шуфриче произошло. Нестор Шуфрич он... Ты скажи, кто это, потому что не все знают. Нестор Шуфрич это украинский депутат, оппозиционная платформа «За жизнь», это такая пророссийская партия, которая присутствует в парламенте. Нестор Шуфрич есть такое поверье среди украинских верев, что сколько дней не били Нестора Шуфрича. Это человек, который транслирует российские месседжи, а отметился он тем, что решил фотографировать позиции нашей территориальной обороны в Киеве, за что был пойман, его охрана вместе с ним начала отстреливаться. Нестор Шуфрич был пойман и сейчас его допрашивают. И я очень надеюсь, что он сядет надолго и уже не выйдет из тюрьмы до конца своих лет. Потому что депутат, который дает присягу на верность Украине и украинскому народу, а потом умудряется фотографировать позиции украинских военных и еще и отстреливаться, когда они пытаются его задержать. Это поведение оккупанта, это поведение предателя, коллаборанта. И я думаю, что премьер Нестор Шуфрича он будет показательным для мной. Я очень надеюсь, что его не отпустят ни под какой домашний арест и что он будет сидеть долго и успеет состариться уже в тюрьме и никогда больше не увидит своего депутатского окреста. Что тут скажешь? Сейчас они объявили типа того перемирие, час тишины, еще что-то с Мариуполя, гуманитарный коридор с Волхома. Волновахи. Волновахи, гуманитарный коридор. В Киеве тоже типа того перемирие? Или продолжают? Нет, в Киеве воздушная его с утра была уже четыре раза. Работают грады, слышны звуки пролетания самолетов. Нет, к сожалению, гуманитарный коридор только для Волновахи и для Мариуполя. И честно говоря, я очень боюсь, что российская сторона свое слово, как всегда, не сдержит и не дай Бог начнет обстреливать колонны беженцев из Волновахи и Мариуполя. Это была бы очень большой трагедией для всех нас. И я очень надеюсь, что Донецкая военно-цивильная администрация, которая приняла такое решение создать этот коридор, что она понимает существующие риски и не рискует людьми. Да, я понимаю, и Волноваха, и Мариуполь сейчас обесточены, у них нет воды, нет интернета, нет мобильной связи. Но я очень надеюсь, что людей удастся спасти и что вооруженные силы Украины смогут продолжить оборону этих городов. Я не могу сейчас говорить про Мариуполь, очень. Фотографии я видел, но я лучше знаю, конечно, Волноваху. В Волновахе уничтожены практически все объекты политической инфраструктуры, причем, насколько я понимаю, оккупант специально уничтожал трансформаторы, специально уничтожал газовые распределители. То есть, это все не случайность. То есть, Волноваху уравняли сознательность землей и последствия всего этого. Я думаю, что Волноваха, как и Харьков, это уже города, которые подлежат серьезному ремонту и отстройке. Потому что ремонтировать я боюсь Волновахе особо уже нечем. Ну, дай Бог, чтобы побыстрее закончилась эта война победой. А дальше я думаю, что тех денег, которые заморожены российских денег, которые заморожены на... Должно хватить. Должно хватить для того, чтобы Украину сделать еще краше, чем она была. Спасибо. Спасибо, Стас, что на связи с нами. Слава Украине. Героям слава. Спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok